Я воплощен сейчас именно на 59 уровне плотности. И с этой точки зрения у меня воплощение одно, но одновременно их множество, если смотреть на это с другой точки зрения. Музыка, музыкальный инструмент – это образ творения, творчества. И я, когда показываю музыкальный инструмент, я показывала, что так, хорошо, создаю миры. И вот как вы с помощью звуков создаете образ. Интересная эмоция у контактеров, вроде бы, обычный вопрос вызывает радость. Ну просто мне смешно. Доброе время суток У нас конференция с известным ведическим мудрецом Нарада Муни Вот я, Альфир работаю программистом в образовании астроном Благодарю, Альфир Здравствуй Меня зовут Ирина Подзорова Я являюсь контактёром с внеземными цивилизациями тонкоматериальными цивилизациями и невоплощёнными духами Я пригласила сегодня существо, сущность которая воплощена сейчас на 59 уровне плотности то есть это я вам напоминаю что это уровень плотности пограничной с духовным миром я вам напоминаю что всего у нас в материальном мире 59 уровней плотности для тех, кто ещё не смотрел всё наше видео всего в материальном мире у нас существует 59 уровней плотности по данным Межзвёздного Союза то есть по их классификации мы живём по этой классификации на третьем уровне плотности я напоминаю что сущность существо, которого я пригласила сегодня находится на 59 уровне плотности то есть это очень высоковибрационное тело я прошу помнить что мы говорим сейчас о материальных вибрациях то есть вибрации той материи где он находится во много тысяч раз выше чем вибрации той материи в которой находимся мы физической да, хорошо и он он, оно она у них там нет полов ну хорошо, он он говорит я могу принять антропоморфный образ конечно же да да, это обо мне обо мне говорили и называли имя Нарада Муни одно из моих имён который да, который переводили на земной язык когда я выходил на контакт со своими контактёрами то есть он мне сейчас показывает как контактировал с ними и передавал им информацию и они воспринимали его имя как Нарада Муни а я у меня есть имя но оно непроизносимо на вашем языке это просто набор даже не звуков а вот каких-то энергетических сигналов которые недоступны вашему телу вашему телу потому что они могут быть доступны только на том уровне плотности где я нахожусь но тем не менее наш контакт возможен на уровне астрала на уровне астрала на уровне ментала а через астральный мир который является промежуточным миром между всеми и он проходит между всеми уровнями плотностями да, между всеми уровнями плотности и благодаря ему мы можем общаться передавая друг другу непосредственно мысли формы непосредственно мысли и уже сам человек их уже переводит в земные слова да так что привет тебя Альфир я готов слушать твои вопросы да, он говорит я сейчас тоже объясню очень интересно у него поток такой слог сознания он у него практически непрерывный я знаю, что я помню, что ты беседовал со мной уже через другого контактера я надеюсь тебе будет интересно получить опыт беседы через другого человека то есть это вот как разные да, разный лексикон разный понятильный аппарат у этих людей и ты увидишь как будет в чем будет сходно и в чем будет различаться информация знаешь, что такое было неоднократно когда я говорил со многими другими контактерами да, я приветствую Теонардо Муни рад с тобой снова встретиться я также приветствую всех кураторов которые нас сейчас поддерживают вот и конечно же разные контактеры будут тебя по-разному передавать я думаю это дополнит как бы информацию как бы с разных сторон можно сказать да, это преломление через воспринимающий ум есть у человека в разуме такая функция как воспринимающий ум вы называете это сознание и сознание оно воспринимает вибрации которые приходят из астрау дальше сознание передает это в помни подсознание для того чтобы из подсознания считать слова то есть вот как мыслепоток соединяется с сознанием контактеров и дальше контактер они да эти мыслеформы уже в форме слов вот как всплывает в сознании и она их произносит то есть процесс кстати он во многом зависит гармоничность этого процесса и его точность во многом зависит от открытости между сознанием и подсознанием контактера а также его доверия процессу контакта я хотел по списку пройти с вопросов если не против да конечно вот мне сначала интересна общая информация потому что 52 уровень плотности это все таки необычное для нас вот первый вопрос такой с чем отличается 20 кластер который мы назвали пурша то есть 52 уровня плотности тонкоматериалии мира от остальных кластеров более низких и почему туда входят только два уровня плотности потому что эти два уровня плотности по своей насыщенности по насыщенности своей энергоструктурами они заменяют не заменяют полностью соответствуют триом уровня плотности которые находятся ниже по вибрациям то есть вот эти два уровня плотности по своей энергонасыщенности и наполненности полностью соответствуют трём потому что границы между уровнями плотности они достаточно условны определяются вами через определение частоты вибрации а нами они определяются через определение восприятия скорости прохождения через наши структуры энергетические структуры энергии духовных потоков которые соединяются с нашими энергиями и образуют временные каналы а также структуры пространств всех уровней плотности во всех галактиках вселенных которые вы знаете то есть наша задача на нашем уровне плотности в нашем пластыре это перевод вечных духовных энергии идущих от источника в энергии временные мы их наделяем материальностью и мы это делаем с помощью особых мыслеформ он мне показывает что сам бог вечер источник и он абсолютно духовен а материя это его же энергия которые придали особые свойства к изменчивости это происходит путем накладки особой матрицы которую можно назвать матрицей временности да матрицей в которую можно назвать алгоритмом записи возможных изменений той энергии которая образуется да которую вы называете уже материальной то есть чем духовная энергия отличается от материальной изменчивостью и здесь нужно наложить вот такую как матрицу которую можно назвать матрицей алгоритмов и задач материи упрощенно говоря можно назвать матрицей времени но только время уже не в понимании ощущения а в понимании самих изменений ну то есть я поняла тебя он говорит что его задача это перевод духовных энергий материальной путем там время путем наложения временных там линий матриц он сейчас показывает образы как идет духовный свет его собирают в такие шары и в эти шары вкладывают вот такие пластинки на которых написано что-то опять же этот образ для земли это просто проще иначе вы не поймете написаны там цифры на этих пластинках и каждая цифра обозначает определенное энергетическое состояние в которое этот вид материи должен переходить то есть это как алгоритм а далее мы отправляем эти шары то есть первичные эфирные матрицы которые состоят из очень тонкой материи которые для вас ничем не отличимы от духа для вас это дух и мы их отправляем на ниже то есть в другой кластер в 19 он сейчас просто номер кластера говорит он говорит названия здесь не важны можно просто по цифрам назвать и там уже те существа плазмоиды но они вы просто их называете плазмоиды на самом деле среди плазмоидов тоже очень много видов так эти плазмоиды находящиеся в сверхплазменном состоянии то есть это такие сверхплазмоиды ну он так говорит потому что у него например да хорошо у этого плазмоида который находится на 20 в 20 кластере на 19 кластере у него очень высокооперационное тонкое тело и по сравнению с плазмоидами например там 10 уровня плотности или там даже да хорошо там 10 кластера ну там уже нужно смотреть это он будет очень тонкий а тот плазмоид очень плотный то есть это для нас как гуманоид будет ну да я поняла все относительно вот эти шары которые первичные духовной энергии сложены в них вот этим временными матрицами они отправляются на 19 в 19 кластер где уже их наполняют мыслеформами те плазмоиды которые там живут для того чтобы дальше из них создавать более плотные миры в том числе ваш физический мир я хочу еще сказать от себя я с ним уже поговорила и воспринила образ как он выглядит как выглядит тонкое тело смотрите вот дорогие друзья на фон со мной вот например такое вот облако он мне показал как свое тело только его размер смотрите вот эти вот звездочки здесь это уже не звезды которые он как бы пронизывает это уже отдельные галактики то то есть он отвечает сейчас вот сейчас покажем их но в настоящее время я создаю я создаю вот эти первичные эфирные поля можно их так назвать поля сапшары пока я создаю первичные эфирные поля для плазмоидных миров которые их уже спускают ниже но если перевести на понятный вам язык ну конечно я тут не один такого мне показывают что их много по этому уровню если перевести на привычный вам язык то я отвечаю за формирование материи на остальных на остальных пятьдесят семи уровнях плотности ну то есть вот он пятьдесят девятый пятьдесят восьмой он тоже там находится то есть это вот как кластер я отвечаю за формирование материи которые бы вмещалась если сказать понятным вам физическим языком сто шестьдесят семь галактик подобных млечному пути интересно вот получается в духовном мире же время субъективно а материальным уже объективно получается вы на своем уровне переводите время в объективную как бы реальность от субъективной переводе мысленно и создаем вот эти алгоритмы которые мы вкладываем в духовные вот эти вот энергии в форме шаров благодаря чему эта энергия облетает изменчивость то есть это наша функция наша задача получается это самые первые проекты на уровне разума то что потом будет твориться это самый первый проект не только для физического мира но и для всех плавных миров в определенном месте в определенной области пространства я хочу сказать что представьте вот такое облако только оно разных цветов это вот как может воспринять человек и вот эти вот отдельные звездочки это лишь отдельные то есть он говорит для меня одна галактика это как скопление ну там не клетка а скопление клеток в вашем организме и вот он как их пронизывает ну еще говорит что кроме него есть там другие которые тоже отвечают за формирование галактик но уже других есть плазмоиды которые отвечают это формирование определенных уровней плотности а я универсальна делая специальные универсальные такие матрицы которые пойдут вплоть до самого низа но это опять же я хочу сказать что он воспринимает да он говорит я воспринимаю это вы говорите там у вас третий уровень плотности а я воспринимаю свой как первый а ваш как практически последний а вот еще такой вопрос есть ли еще какие-то переходные прослойки между духовным миром и вашим 59 уровнем вот то есть еще более тонкие и второй под вопрос как бы такие известные личности ведической традиции как брахмадев вишнудев они на каком уровне выточены прослойка есть только астрал то есть это как область между материальным миром и миром невоплощенных духов вы говорите то есть мы находимся в астрале ну и вы находитесь в астрале и мы находимся в астрале вот этот астрал да и этот астрал он заканчивается переходом уже в мир невоплощенных духов что касается где они воплощены еще раз назови имена, он сейчас будет искать мне еще нужно ему передать хорошо, значит я говорю о Брахмадеве, который в единической традиции считается твоим отцом на Рагамоне то есть, ну как творец вселенной Брахмадев на каком уровне плотности по отношению к себе он воплощен на этом же и Вишнудев тоже, да? он родил меня на моем уровне плотности ты же рождаешь ребенка на своем так и он меня родил на своем мы рождаем да плазмоиды тоже рождают друг друга только это происходит не так как у вас я общался с контактерами и знаю как воплощаете вы духов у нас этот процесс другой у нас да, я уже сам рождал много детей ну некоторых из них вам известны по вашим сказаниям, некоторые нет я вам скажу как это происходит в своем теле вот в этом облаке плазмоид, который желает воплотить духа договаривается сначала с ним в духовном мире то есть его часть находится еще в духовном мире тоже как вот и в мире как вы это называете невоплощенная часть вы называете высшее я но мы не называем высшее я невоплощенная часть вместе с душой взмоида который вместе с душой который хочет воплотиться приходит через астрал к тому кто желает воплотить и он один у него и отец и мать у него нет разных родителей он в своем теле формирует такой пузырек показывает вот такой как шар то есть в этом облачке такой шар формируется который состоит из таких энергетических структур которые я вижу как паутинку такую и в этот шар воплощается этот дух его часть это душа да и он отделяется от родителя то есть это вот как и своего тела рождает поэтому вас ваши контактеры передали что Брахман родил своих детей из своего тела это вот такое рождение но это не только на нашем уровне поздности еще на других других кластерах тоже так рождает некоторых поздно то есть это такой способ есть у многих не всем нужно соединение то есть я тебя поняла они таким почкованием но у него будет интересная эмоция у контактера вроде бы обычный вопрос вызывает радость ну просто мне смешно ладно я поняла его ну что скажешь смешно рассказывай ну в принципе нормально то что ну разное по разному можно родить так что это тоже нормально ну он мне показывает как возле этого вот облачка да то есть вот такая вот выделяется маленький такой участок вокруг него такая паутинка как будто образуется и в неё воплощается душа и потом он как отделяется и отходит так что он так родился от Брахма от Дэв это ну Брахма опять же название я знаю его нужно его перевести то есть да оно может быть переведено на русский да то есть ну это ещё очень древнее название я знаю что на вашей планете когда появилось это имя это имя было очень это было очень давно и на вашей планете был ещё единый язык ну более-менее единый и он был слогол и можно посмотреть да я поняла любят они любят рассказывать про значение про язык плазмойды мне уже об этом рассказывали правда другой который передавал значение да слогов и моего отца назвали Брахма вот этим вот словом состоящим из двух частей Брахма это не случайно тоже он являлся в виде облака и когда он являлся контактёром которые его так назвали они чувствовали благодать тепло любовь то есть такой духовный подъём выход за пределы всего им известного и это состояние вот этой благодати они назвали слогом да который можно да состоящим из двух согласных которые можно назвать как Бра но если другую согласно поставить Бро отсюда слово Добро Дар Благодать или сделанная благодать дело благодати да хорошо вы же говорите даже не Добро а Добро а вот хмам ты наверное да хорошо я поняла ты наверное знаешь слово хмурится небо нахмурилось откуда такое выражение сначала вот так говорили про небо он просто сейчас в своей памяти конечно он сейчас подчеркиваю что он конечно не знает русский язык такой просто с моей памяти биросова и раньше говорили про небо а потом начали говорить про человека а как небо нахмурилось значит к нему пришли облака солнце спрятались то есть хма мол и так далее это обозначало когда впереди обозначало облако тучу так вот брахма это как раз назвали так существо которое восприятие контактера было как большое облако и вызывало благодать такой вот описатель ну что ты скажешь да интересно сейчас под брахмой понимают как бы творца там в индиже поклоняются тримурти то есть брахма творец вишну поддерживать и шива как бы разрушить если говорить о вашей галактике и о о скоплении других ближайших галактик то да так и есть но он он творил материю из духовного света источника конечно же для вашей галактики и я это делал и многие другие просто мы составляем такой мы постоянно общаемся друг с другом и у нас такое единое ментальное поле и в этом поле мы обмениваемся мыслеформами о творении ну как бы такими как идеями о творении вселенной ну не вселенных параллельных миров всего что вы знаете и вот это вот единое ментальное поле оно доступно для всех плазмоидов на двадцатом в двадцатом кластере и через него мы чувствуем себя как едиными друг с другом можно сказать такое ощущение потому что наши тонкие тела они не так обособлены друг от друга как ваши третий уровень плод и поэтому контактер воспринимали что это Брахма который вот вышел на контакт он творец один более того другого плазмоида который выходил с ними с двадцатого уровня с двадцатого кластера да тоже они могли воспринять как Брахму ибо уже энергия была им знакома по первому контакту ну то есть меня они тоже так могли воспринять именно как облако дающее благодать да я интересно это же вот эти ощущения подъема энергетического да он говорит он меня чувствовал вот проси Альфир что ты чувствуешь ну я не такой чувствительный но немножко чувствую только он говорит что так как земля очень маленькая для него планета то он может находиться в разных местах земли одновременно то есть своим сознанием и поэтому возле тебя он сейчас тоже находится понятно что скажешь ну да это понятно вот еще насчет Брахма я хотел спросить потому что Бхагавата Пурани то есть Шмат-Бхагавата описывается что Брахма это первое живое существо в нашей вселенной то есть как бы перворожденное или как даже так называют его в ведических писаниях что Нарадуму не можешь сказать насчет этого он первый был с какой точки зрения первый опять же с точки зрения в каком времени потому что да хорошо на 59 уровне плотности когда он воплотился тут уже были другие но нет необходимости говорить за него я могу с ним настроить контакт хорошо понятно тогда не будем без брак да он он я с ним в контакте я могу с ним настроить контакт он уже достаточно долго воплощении и но он не будет до конца манвантера он желает воплотиться в других уровнях плотности вот еще такой вопрос много ли цивилизации воплочены на 59 уровне плотности и сколько в процедном отношении духов находится 59 плотность сравнивая с другим уровнем плотности вопрос воплотизации сколько у нас находится на 59 уровне плотности существ он говорит что в настоящий момент 20 кластере воплощено 820 показывает число с 14 нулями не знаю что это ну я имел ввиду не количество а в процедном отношении по сравнению с другим уровнем плотности со всеми если сравнивать со всеми кластерами меньше процента то есть мало исчезли на 59 уровне потому что есть кластеры например вот в вашем да в вашем кластере и в более тонких тоже очень много уплощено духов если вот цивилизация то есть имеется ввиду какие-то отдельные ну не то что группировки может даже нельзя сказать как страны или планеты но отдельные цивилизации на этом уровне плотности которые допустим различаются по их виду деятельности или может по области их действия по области мы различаемся кто-то привык научился привык то есть у него такая функция как например творить эфирные вот эти поля первичные только для каких-то определенных уровней плотности есть плазмоиды которые специализируются на создании только временных вот этих линий вот он сейчас показывает и эти временные линии тоже отправляет другие уровни плотности где они соединяют различные вот эти эфирные поля и из них получаются более плотные субстанции материи то есть образно говоря они строят судьбу как бы всех живых существ судьбы ну как не судьбу а ну вот как наполнение и линии времени они же должны быть наполнены временным потоком как энергии которая будет использоваться для изменения той реальности где будут воплощены духи ну то есть для вас это просто изменение каких-либо материальных частиц а они порождаются энергией вложенными возможными цивилизацией ну вот этими существами ну как можно сказать цивилизацией что есть для вас цивилизация ну вот у нас на земле есть страны разные допустим вот каждая страна имеет все-таки немножко отличается где-то туристически как бы больше развит где-то больше полезных ископаемых где-то там финансовые допустим страна там в Шейцарии то есть какие-то роли разные групп душ можно сказать он сказал что есть по функциям которые различаются а он и Брахма это универсальные которые для любого уровня плотности могут создавать эфирные поля например могут создать для 18 уровня плотности лет 10 и они тогда там останавливаются на этом уровне плотности и из них создается какой-либо мир лока как вы говорите это пространство наполненное однородными относительно вашего восприятия однородными энергиями примерный перевод как мир он некорректен потому что слово лока тоже можно посмотреть откуда оно взялось санскрите тоже с проязыка слово обозначал вместилище пространство которое что-то вмещает отдаленный образ сосуд было руна вот многие вот он сейчас показывает он общался с людьми да люди люди тогда записывали слова рунами то есть такими сачками и вот этот слог ло обозначался как чаша такая с двумя ножками и вы посмотрите даже на русское да то есть вот какие вот буквы он сейчас говорит я в памяти контактера сочетал ее по вид вот эти буква л она как раз напоминает вот эти две ножки а о это сосуд круг чаша такая и вот это вот их соединение вот как ло оно обозначает сосуд сосуд вместилище пространство ну не просто пространство а пространство для чего-то а слог да я поняла обозначал душу воплощающейся то есть лока это обозначало определенное место пространства для воплощения душ для той или иной цели то есть лока это определенное пространство для строго фиксированного типа тел и отсюда ты видишь что само слово тело тоже содержит слог лох хотя посмотри данные языки но понятия входные тут все дело в том что те обозначает первоначально это обозначало очень быстро проходящая волна то есть нечто что очень быстро возникает и исчезает впоследствии слог те стал обозначать нечто непрочное мягкое слабое такое быстро разрушающий и словом тело назвали такой слабый сосуд который быстро подвержен разрушению это так назвали именно физические тела так назвали в языке который потом стал предком русского как раз те же лицы которым не совсем нравилось непрочность человеческого тела соответственно соответственно в других языках это будут уже другие слова которые тоже можно проследить до их первоначального смысла например если мы возьмем известное тебе слово рупа оно тебе известно да форма переводится это уже можно перевести но я уже буду говорить так примерно как инструмент защиты инструмент праведности инструмент справедливости инструмент для достижения определенного уровня вообще слог он мог переводиться и как праведность и как защита опора в этом нет ничего удивительного потому что древние люди искали справедливости и праведности в форме ну то есть как в форме защиты себя от чего отсюда да хорошо даже смешно отсюда известное вам слово папа то есть это для ребенка был важный такой защитник что этот слог повторялся два раза то есть это как подчеркивать его важность а что касается ру да это инструмент средство орудие можешь это увидеть уже известный тебе слог как душа если к ним присоединить ру получится рука и будет это инструмент души именно с помощью рук душа действует материальном мире мне интересно какого духовного уровня души в основном воплощаются на 20 кластере есть ли там низкоуровневые души все выше все выше 20 уровня нет начиная с 20 уже почему не воплощаются другие потому 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 что они не готовы сотвори к творению форм для галактик для галактик для звезд для планет ну мы творим формы для галактик и межгалактического пространства а уже на других уровнях плотности эти формы как бы дробят на более мелкие можно сказать но все равно мы должны выйти даже изначальные понятия которые называются идеями вложить уже идеи и о том что будет их наполнять а для этого нужны только не нужны а гадя пригодны только духи которые разум которых просвещен мудростью бога спасибо вот еще вопрос про масштабы тел вот в ведических писаниях говорит что народ амония может путешествовать по всей вселенной то есть это значит что в пределах нашей вселенной как бы сказать вся наша вселенная доступна в шаговой доступности для вас получается ваша это какая физическая нет вся вселенная то есть вся вселенная все 59 уровня но мы можем перемещаться через астрал то есть это как вот сейчас я сделал я сейчас переместился в третий уровень да на третий уровень то есть первый класс я имел ввиду именно не астральный а хорошо я уточню тогда я имел ввиду перемещение на 59 уровне плотности так скажем в пределах всей вселенной хорошо на 59 уровне именно в эфирном теле тонкоматериальном да я понял вопрос 59 уровень плотности он пронизывает все остальные и поэтому мы можем перемещаться в пределах того размера до тела который у меня есть а это я вам сейчас повторю примерно размер 167 галактик включая межгалактическое пространство межгалактическое я не нашел такого числа в памяти контактера поэтому говорю чтобы ты воспринял информацию на этом уровне наши тела пронизывают все уровни плотности и все миры которые там находятся в этом пространстве вот это ваше тело огромное оно сопоставимо с размерами самой вселенной нет вселенной больше конечно вселенная то есть как мироздание да наша вся вселенная со всеми их скоплениями галактиками но он же сказал 167 у нас гораздо больше чем 167 ну поэтому он и говорит я не один там существую есть и другие плотноиды на этом уровне плотности у которых тоже большие тела так сказать еще вот такой вопрос по продолжительности жизни допустим наши третьи плотности на планете Бурхат допустим есть души которые живут немного а есть те которые живут очень много ну в зависимости от своих задач а вот на 59 уровне плотности какой разброс продолжительности жизни то есть максимум сколько могут жить на ней ну чаще всего все заканчивается в пределах семи миллионов лет земных то есть я знаю просто это эту цифру из вашего понимания что такое год что такое миллион лет поэтому мне меньше этого да он мне показывает что он еще даже до половины не дожил такой молодой чуть больше как он уже сказал миллион двести тысяч но бывает так что по решению ангелов консультантов которые остались в духовном мире и разрешению самого источника творения вот мы называемся творцами но есть еще источник творения который дает нам энергию и его тоже можно назвать творцом потому что без этого источника мы бы не творили он живет в неприступном свете для тех кто ниже 22 уровня ну я поняла он живет в том месте куда имеет доступ 22 23 24 духовный уже не не плотно и мы с ним тоже общаемся и бывает так что он видит что несмотря на то что воплощение должно закончиться план его на всю да который распространяется на всю вселенную предполагает чтобы этот дух оставался воплощении и он тогда обращается к вопросам готов ли ты остаться воплощении но это все по воле происходит как бы духа вот он сейчас показывает но тут дело в том что например я уже своей воле от его не отличаю мы едины и когда он если он пожелает чтобы я осталась воплощение я это пожелаю тоже и бывает так что существует гораздо дольше чем 7 миллионов лет а бывает так что этот дух его опыт нужен где-то еще и он развоплощается от нас уходит гораздо раньше то есть это все индивидуально еще такой вопрос в конце мандвантары когда наступает пролаем сворачивается ли 20 кластер тоже или же он остается до следующей мандвантары не тронутся все сворачивается в духовный мир и астрал уже уже не будет вот этой прослойки астраль будет просто что останется мир невоплощенных духов но останутся все уровни но останутся все уровни только в том случае если на каждом из этих уровней будет хоть один дух если на каком-то уровне духов не окажется этот уровень тоже исчезнет потому что не будет его наполнения уровень создают именно духи но это справедливо и сейчас например если ни один дух не придет на первый уровень он исчезнет уже не будет его энергетического наполнения и будет только 23 так вот в конце монвантера останется столько уровней сколько будет наполнено на этот момент ну как бы вот да уровень каждого духа в конце монвантера после окончания монвантера будет таким который он достиг к окончанию монвантера и вот если все уровни будут наполнены то их будет 24 но бывает да но может быть и так что например не будет духов соответствующих не первому уровню а например десятого и тогда все сдвинется вот он сейчас покамывает и будет все равно 23 уровня и уже 24 будет 23 ну вот такие вот какие-то будут передвижения а может быть и так что не будет 24 то есть все духи окажутся ну как бы вот которые в конце монвантера будут и они смогут достичь только 23 такие вот будут то есть да хорошо когда к концу манвантера будут уровни невоплощенных духов на которых будут духи вместе с их жителем и не будет возможности воплотиться чтобы изменить свой уровень любой и так будет до тех пор пока поле бога вот как опять не пошлет энергии вот как он не зах бог вот источник пока он снова не пожелает послать энергию создавая первичное энергетическое поле и уже те духи которые пожелают в следующем манвантере создавать материальный мир они возьмут эту энергию и будут создавать самый тонкий мир то что вы сейчас называете 59 он вначале будет небольшой но чем больше уровней плотности будет появляться ну как вниз идти тем больше будет становиться вот эта вот энергия поле для первого уровня материального мира относительно его если смотреть от духовного мира то мы первый уровень то есть если в конце манвантера на 59 уровне то есть на 20 кластер останутся духи какие-то то он не будет уже сворачиваться почему останутся они тоже когда дойдет волна когда до 20 кластера дойдет волна раз уплотнение материи если этот термин тебе понять то есть превращение в более тонкую то вначале исчезнут все кластеры кроме ну да прекратят существование все кластеры а энергия перейдет ну когда исчезнет 19 кластер энергия перейдет 20 кстати это может быть какое-то время будет только 20 это не обязательно будет прям сразу но после этого вся энергия которая была в 20 перейдет в духовный мир обратно к источнику духи тоже выйдут из воплощения которые там будут оставаться или будут воплощаться в то время когда он будет один и пойдут в мир невоплощенных духов на те уровни которого они достигнут а если цикл вот нам из межзвездных союзов как известно что есть мандвантар то есть цикл такой а если более мелкие циклы вот сворачивание разворачивание в пределах мандвантары нет есть просто изменение материи но именно сворачивание оно единое идет есть изменение материи когда отдельные участки там исчезают появляются да то есть на вашем языке это вот как творение разрушение там галактик звезд еще чего-то но энергия она не уходит в другой кластер она просто перемещается по этому же кластеру в другие области какие-то этого кластера а если более широкий цикл чем адвантар то есть в ведах говорится о дне брахма в конце которого все сворачивается а потом есть жизнь брахма когда уже вся вселенная сворачивается включая мир неоплощенных духов нет мир неоплощенных духов не сворачивать это мир вечный потому что там живут духи которые вечны можно ли сказать примерно сколько мандвантар если вернется им куда идти как бы некуда они-то могут идти в царство бога почему не если не достигли его не могут в этом случае говорят что они покоятся в махатадве то есть непроявленная материя что значит непроявленная материя ну то есть они существуют духи но они как бы не проявляют активность как бы сказать но они же должны где-то существовать если исчезнут их уровни где же они будут существовать они существуют махатадве но они неактивны то есть ну как бы спят получается дух не спит ну образно видимо все это говоря дух не спит на любом уровне духовного мира он не спит он не нуждается в сне есть только сон который у вас иллюзия но в этом в сне дух может быть достаточно активен творить свои иллюзорные миры вдали от бога понимаешь о чем я это понятно да то есть тут просто такие материи что действительно очень сложно наверное простыми словами это понять вот поэтому даже не знаю вот вопрос сколько прошло мадвантар с момента творения вселенной тоже сложно мне уже я спрашивала мне показали число большим количеством нулей я его очень много соответственно с едами как бы как вот про упады пишет это получается прошло около 18 тысяч тысяч этих мадвантар с первой мне показали больше и следующий вопрос такой тоже необычный потому что вот другим контактером когда говорили с Ульяной то ты на родномуни сообщил что в прошлом мадвантаре ты воплощался одновременно в 59 и третьем уровне плотности вот можешь это объяснить еще раз я объяснял уже что я нахожусь на 24 уровне духовного мира и в постоянном контакте со своей памятью не воплощенной частью и помню то есть мне доступны все мои воплощения одновременно для памяти то есть он мне показывает я могу сказать что я чувствую если я настрою так свое сознание оно у меня просто не такое как у вас оно более многомерно если я его настрою определенным образом то я почувствую что воплощен одновременно и сейчас и в прошлой манвандере и кстати в этой манвандере у меня тоже были воплощения ну понятно да потому что время мне показывает что если ты посмотришь на это немножко по-другому вот ты сейчас существуешь в третьем уровне плотности воплощен сейчас в этом теле у тебя у тебя есть воплощенная часть духа который находится на своем духовном уровне и если ты с ней будешь постоянно един она будет тебе как воплощенному своему части как воплощенной своей части твое сознание вкладывать знания и ощущения из прошлой жизни это бывает потому что твоя как память она пропитывается памятью твоей же но из прошлой жизни и постепенно ты можешь почувствовать что ты уже где-то что ты сейчас не только здесь но одновременно находишься где-то еще понятно да да я знаю это ощущение ты можешь увидеть какие-то образы которые не относятся к твоей текущей жизни твоего тела но они будут восприниматься тобой как твои например ты можешь увидеть какого-то человека или гуманоида который где-то находится что-то делает и ты поймешь что это ты и у тебя будет ощущение что это ты одновременно и здесь и число таких одновременных восприятий может быть очень большое и два и два и три и десять и двадцать все зависит от многомерности твоего сознания поэтому сказано древним древними реши так по-русски пожалуйста ну реши это мудрец переводится обычно ну да ну вот этими людьми святыми что просветленный дух начинает жить в вечности то есть джива когда переходит в категорию адмама она ну как бы существует в мире вечность об этом сказано и это действительно реальность даже духи которые живут на третьем уровне плотности могут это почувствовать хотя конечно в физическом теле это достаточно сложно я помню какое-то тело оно очень сильно отгранич огранич не оно очень сильно ограничено в пространстве и поэтому делает вам такую это именно тело оно делает вам такую иллюзию вашей обособленность потому что это необходимо для прохождения вашего опыта в этом теле который вы выбрали из воплощения а когда ты находишься на 59 уровне плотности совершенно другое ощущение тела сознания и контакта с Богом и поэтому ты воспринимаешь себя везде одновременно и говоришь я везде воплощен сейчас у меня много разных воплощений в одну и ту же секунду ты их ощущаешь это естественно и понятно что касается текущего воплощения действительно я воплощен сейчас именно на 59 уровне плотности и с этой точки зрения у меня воплощение одно но одновременно их множество если смотреть на это с другой точки зрения да я вот хотел немножко расширить вот у нас на земле считается человек воплощен на 30 процентов ну образно говоря какой процент воплощается на 59 уровне обычно я воплощен сейчас на 7 процентов он мне показывает как 7 процентов достаточно духа да хорошо чтобы удерживать тело но одновременно он имеет доступ ко всем остальным процентам интересно как это так получается меньше чем люди в то же время больше одновременно он мне показывает да хорошо что его вот эти 7 процентов то что называется душой они находятся в этом тонком теле не так как наши 30 физически другой закон другое соединение оно более тонкое и поэтому вот этим 93 процента легче управлять вот этим всем воплощением и можно сказать что все эти 93 процента вовлечены в это воплощение но 7 процентов имеют именно соединение структуры тела ну то есть вот как он да хорошо он сказал что он постоянно в контакте со своей со своей частью и воплощенный и вот этот контакт он как постоянный поэтому можно сказать что он вообще воплощен весь но просто соединен не весь как вот так да интересная особенность получается на 59 уровне в других кластерах это по-другому получается да во всех по-разному да вас даже в одном кластере я знаю что в третьем тоже разные проценты воплощения зависит от типа тел и в других кластерах тоже зависит от типа тел и задач почему я на 7 потому что мой дух выделил 7 процентов чтобы содержать в себе больше информации и возможности для управления этим воплощением с точки зрения нашего времени они могут даже оказаться одновременно в принципе да могут ну то есть ты можешь воплотиться в то же время но в другом человеке даже в знакомом тебе такое тоже может быть хотя достаточно редко потому что каждый дух желает воплотиться где-то уже еще чтобы получить какой-то уникальный опыт которого не было в этом воплощении то есть например если ты решишь воплотиться после выхода из текущего воплощения если ты решишь воплотиться в человека опять же в своем времени в этой же стране и тогда ты получишь сходный опыт ну чаще всего хотят что-то другое уже то есть я сейчас показываю ну в другой стране допустим ну чаще хотят все-таки уже там на другой планете и в другой временной линии то есть вот как бы в прошлом ну в будущем для вас или в вашем прошлом ну все зависит конечно же от задач духа короче я поняла его он говорит что да возможно считай что ты воплотился сейчас а потом ты воплотился в ком-то еще и вы сейчас знакомы но вы об этом все равно не узнаете пока не выйдете пока эта часть будет находиться воплощении вот может быть именно с этой точки зрения можно и понять как можно воплощиться одновременно на 59 и на третьем уровне плотности с этой точки зрения как раз вполне возможно получается я в любом случае воспринимаю все воплощения одновременно независимо от того были ли они воплощены одновременно в материальном мире или нет это уже восприятие вне времени да вот теперь стало более понятно спасибо если вот мы выяснили что в 20 кластере в основном от 20 духовного уровня выше то есть высокодуховные духи воплощаются если вообще какая-то закономерность допустим воплощения духов в зависимости от плотности то есть от кластера то есть чем выше кластер тем допустим более высокоразвитые духи только могут туда воплощаться более высокоразвитые 9% духов в первых в первых по шестой уровень воплощаются в первых 15 кластеров и 85 примерно процентов духов со средних уровней воплощаются там же а выше 15 кластера воплощаются уже средние духи достаточно редко и больше ангелов то есть уже ангель ну например но они тоже бывают разные с разным опытом а выше 15 кластера бывают единичные воплощения архонтов и то они в любом случае где-либо в 15 кластере выше 15 то есть начиная 16 17 то есть вот эти кластеры они уже не воплощаются а выше 18 кластера воплощаются только ангел то есть вот как 17 19 20 спасибо Нардамуни еще вопрос лично тебе потому что такой вопрос в ведических писаниях у тебя представляет именно таким мудрецом свиной с музыкальным инструментом можешь это прокомментировать почему ты такой образ представляешь контактером и слышал выражение музыкосфер музыка музыкальный инструмент это образ творения творчества и я когда показывал музыкальный инструмент я показывал что так хорошо создаю миры вот как вы с помощью звуков создаете образы вы вы помните что кришна которого я хорошо знаю тоже показывал людям с музыкальным инструментом потому что он он не воплощенный дух но общается с нами и ну вот как из духовного мира как раз направляет энергию форме идей мыслей форм вот как раз в том числе о творении материального мира то есть он как поддерживает энергетически а мы уже ее воспринимаем и направляем ниже он мы с ним с одного мы с ним на одном уровне если смотреть с точки среднего звездного союза 24 уровень мы с ним на одном уровне и часто общаемся у нас сходные образы музыкальный инструмент слово музыка понятно что слово муза и само слово муза оно тоже очень интересное означает ну примерно перевод да который может быть слово муза это преодоление границ то есть ну если будет совсем уже точно уменьшение границ потому что слово муза означает уменьшение уменьшить маленький и так далее а за это граница предел да граница предел который разделяет или разрезает два пространства иногда он даже переводится как разрез граница предел и здесь муза это определенное существо которое помогало преодолевать границы между мирами ну ты видишь что там еще прибавлен слог к то есть опять же душа душа человека ходила в путешествия встречала муз тех кто преодолел границу миров возвращала свой мир и передавала информацию ну дальше уже там были частности и в том числе с помощью то есть разделение этих муз по видам различным ну как бы вот вы знаете как современные имена определенных существ и музыкальный инструмент всегда был средством общения ну как с невидимым для вас миром то есть это вот как ну как для вас говорят он участвовал в различных обрядах говорит для вас то есть музыка она с самого начала своего появления была посвящена богам и соответственно слушая эти звуки человек мог войти в контакт с определенным божеством кстати слово бог и слово бхага родственные между собой да соответственно музыкальный инструмент я показывал что я вхожу в контакт и со мной входили в контакт в том числе с через звуки тоже такое было то есть это символ творчества его так ну дорогой народ вот еще такой вопрос тебя ведическое писание часто представляет как преданного вишну то есть и даже в индийских сериалах ты обычно постоянно повторяешь на Райана на Райана на Райана на Райана источнику то есть ты посмотришь слово на Райан что обозначает да то есть тоже определенную энергетику имеет и ее можно проследить тоже по слогам про языка видишь там два раза появляется слог на который обозначает кстати местонахождение местонахождение ну вот как местонахождение чего-то определенное пространство ну вот как область страна даже вот слово страна видишь там тоже есть на и Ра который между ними ну понятно что для вас обозначает конечно солнце а солнце всегда было образа Бога источника абсолюта и здесь вот на Райана оно обозначает что Ра в каком бы области пространства я не находился то есть там оно в начале и в конце стоит в середине моей жизни в центре моей жизни всегда Бог как тебе такое хорошее объяснение вот еще один такой вопрос в ведических писаниях описывается что ты часто подправлял своих контактеров даже демонов идти как бы путем который предназначен то есть ну как бы подталкивает даже каким-то действием и у тебя в контактерах были не только преданные но и демоны ну образно говоря как высоко духовные существа такие духи на низком уровне интересно вот даже многие тебя называют как бы тот который любит интриги то есть как бы что как ты можешь прокомментировать это это восприятие людей я всегда посылал ну вот когда как любое дэво дух на 24 уровне я всегда посылал свет всем духом то есть всем существам воплощенным во всех уровнях плотности не воплощенным я всегда посылал свет своей любви и посылаю духом на любых уровней любых уровней потому что я понимаю что если дух понизил свои вибрации и упал в демонический мир он нуждается в любви и я ему посылаю свет своей любви и не забываю что он мой брат ну так любой себе дух это как осознанность именно уже ангелов идет даже и то что 24 уровня ну в основном у меня вопросы все может быть на родном моменте ты хочешь обратиться к Семьянам сейчас конкретно да я хочу обратиться благодаря к тебе и к контактеру Ульяне тоже с которой я общался и контактер Ирине Ирине с которой я общаюсь с благодарностью к вам как душам которые проводят энергию и информацию различных существ для землян это очень важно потому что слушая эту информацию они будут если они будут прислушиваться к своим сердцам что чувствует их сердце их высшее я вот как в форме интуиции совести тех форм общения которые для вас более привычны подскажет что они тоже существовали в различных тонких мирах то есть будет как такое подсознательное воспоминание и это поможет им на пути их развития потому что они начнут понимать что их жизнь не ограничивается пределами тела и того мира который они вокруг себя выстроили и я хочу пожелать также каждому кто будет слушать эти слова осознать на высший уровень подобие богу естественно в любви потому что это энергия его основная энергия в его палитре чувств и мыслей божественной любви благодарю интересно хорошо спасибо ирина итак дорогие друзья интересно было пообщаться с ползмоидом 59 уровня плотности очень интересный дух очень интересная личность я напоминаю что кроме того что он 59 уровня плотности он еще 24 духовного уровня то есть это уровень на котором находится и архангел Михаил и Кришна и Иисус и Богородица все на одном уровне для нас соответственно и архангел Гавриил и так далее очень интересный дух благодарю за ответ и посылаю свет своей любви также благодарю Альфира за интересные вопросы и благодарю вас дорогие друзья просмотра этого видео и за ваш за вашу поддержку за ваш свет до новых встреч вот моя рука и рядом с тобой я звездная семья Касси Абдея вместе познаем миры и созвездия мы одна семья Касси Абдея вот моя рука Касси Абдея 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 Абдея